привет маленькие и не маленькие танкиста я играю вот blitz уже более пяти лет у меня прокачаны все ветки есть почти все премиумные коллекционные танки я не предлагаю вам для набора подписчиков золото танков пропусков и прочее все равно те кто вам ничего вам не дадут однако про игру будет длиться я могу много интересного показать и рассказать подписывайтесь на мой канал учитесь побеждать в боях ставь лайки все начнется взвод несокрушимых состоит из тяжелых танков которых не так просто подбить если у вас была бы возможность получить бесплатно эти танки в ангар то все были бы этому рады тут вопрос цены за сколько их можно купить если у вас есть деньги и вы готовы их потратить то когда вы эти танки купите то вы об этом не пожалеете это действительно хорошие танки т-54 е2 это тяжелый премиумный танк восьмого уровня на девятом уровне есть похожий танк м-103 но т-54 е2 находятся на восьмом уровне и здесь он себя чувствует очень хорошо хотя есть и недостатки у него броня спереди пробивается в нижний бронелист корпуса орудия наносит урон 310 единиц каждые восемь секунд однако сейчас появился сэпер с барабаном на девятьсот тридцать единиц есть еще м3 йог надейтесь что они вам в бою не попадутся и тогда у вас все нормально будет в бою доброго дня дорогие любители танков мы с вами на стадионе золотая долина и мы начинаем трансляцию финального матча суперкубка blitz tank ball сегодня будет жарко именно так ведь сегодня за престижный трофей будут биться прославленные тигры 2 и возмутители спокойствия акулы т-54 е2 тигры будут защищать титул от соперников которые по пути к финалу просто разорвали прошлогодних финалистов да эта битва обещает быть горячей команды уже на поле и готовы вцепиться друг в друга а пока звучит гимн blitz правило классические три тайма надо набрать тысячу очков захватом бас либо вывести всех противников из игры плюс финале можно использовать только бронебойные снаряды команды определяют кто будет начинать в атаке судья шарман кидает монетку и первыми будут тигры время начинать матч какую тактику выберут тигры думаю будут рашить скорее всего да смотрим что происходит на поле отличное исполнение раннее взятие базы если тигры продолжат в том же духе они сделают акул с золотыми рыбками но вот выплывает защитник акул тигры атакуют и какой мощный блок красавец но где же остальные акулы если они не покажут зубы финал закончится победой тигров которые исправно набирают очки неужели это поляна станет для акул с боеобразным разделочным цехом время отыграться у них еще есть а первый тайм все и мы уходим на рекламу на пути к финалу я не только порвал в лоскуты тысячи врагов я терпел поражение сотни раз встречал противников быстрее и сильнее себя но это не повод бросать игру это причина стать лучше возьми колы зарядись на победу и мы снова с вами напоминаю в первом тайме тигры быстро взяли базу а вот акулы были вялыми неужели они сдались или готовят противнику сюрприз думаю мы это скоро узнаем стартовал второй тайм и акулы делают неожиданный ход хотят забрать две базы сразу чем ответят действующие чемпионы 5 акул берут одну точку двое на другой 5 претендентов против 7 опытных бойцов какие у них шансы мощный прыжок в исполнении тигров агрессивно мощно пошли и есть захват базы сбит акулам надо начинать заново еще удар потери игрока неужели это конец акул но нет они кусают в ответ отправляют двух тигров в клетку неплохо для дебютантов лиги тигры отступают а акулы берут базу и вырывают лидерство по очкам второй тайм завершён и что же нас ждет в третьем узнаем после рекламы правила жизни настоящих акул кусай больно ломай все преграды бери на таран обездвиживать добычу и прикрывай боеукладку защитным набором защитный набор уверенность в себе в каждом бою и снова здравствуйте друзья мы вернулись на золотую долину где опытные мужчины тигры и амбициозные парни акулы решают чье же имя будет нанесено на суперкубок blitz tank bow счет пока 1 1 и мы начинаем 3 тайм тигры хотят провести внезапную атаку набегают на противника стаи но акулы готовы и отбиваются а время сейчас работает против тигров неужели чемпионы выпустят кубок из пасти и вы посмотрите тигры заряжают подкалиберы куда смотрит судья но он не останавливает игру трибуны начинают свистеть и довольно громко акулы уходят в оборону это правильное решение в данной ситуации они уже вцепились в кубок надо только продержаться от исторической победы новичков отделяют секунды последний шанс для тигров их нападающий проводит атаку и это отскок все акулы официально чемпионы суперкубка blitz tank bowl вот это финал и мы еще раз смотрим на этих дерзких новичков которые не побоялись никого стань чемпионом вместе ст 54 е 2 акула заполучить танк и веди его к новым победам объект 252 тяжелый премиумный танк восьмого уровня это хорошо бронированный танк орудие пробивает бронебойным 225 миллиметров урон наносит 420 единиц такой танк даже против танков девятого уровня чувствует себя нормально но есть такой танк как из 5 и он хоть немного похуже чем объект 252 но так как он стоит всего 1500 золота то покупать ли объект 252 у это вопрос наличие у вас денег которые вам не жалко потратить на покупку объекта 252 у объект 252 у это премиум танк главная задача таких машин приносить много кредитов и он с этим справляется другое дело насколько легко и приятно эти кредиты достанутся можно ли играть на объекте с удовольствием или придется напрягаться объект 252 у типичный представитель советских тяжелых танков восьмого уровня по компоновке размером внешнему виду и своим достоинством у объекта отличная броня лоб корпуса и башня надежно защищены даже борта это сто миллиметров броневой стали плюс экран толщиной 30 уязвимых мест 2 командирские башенки и нижняя лобовая деталь лучшая тактика для командира объекта выбрать позицию на которой она будет спрятана а потом стоять прямо и дерзко смотреть на противника тогда щучий нос и толстая башня не подведут если такой позиции нет поможет обратный ром под большим углом борта выдерут максимальная скорость объекта 252 у 35 километров в час хороший уровень для танка с такой защитой до выгодной позиции он всегда доберется вовремя место объекта на первой линии здесь его орудие покажет себя лучше всего у него два козыря пробитие 225 миллиметров и самый высокий разовый урон среди советских тяжелых танков восьмого уровня 420 единиц когда дело доходит до размена уроном на близкой дистанции объект 252 у чемпион это танк для тех кто любит схватку пожестче он не требует особого подхода тактика игры на нем проста и понятна принять удар на толстую броню дать ответ из мощной пушки он может продавливать направление или стоять в глухой обороне объект 252 у дает многое и ничего не требуя взамен те кто не имеют возможности купить объект 252 можете за 1500 золота купить из 5 у него бронебойный снаряд пробивает 221 миллиметр урон наносит только 400 единиц но это все равно неплохо для тяжелого танка восьмого уровня зато стоит всего 1500 золота которые вы легко можете получить самой игре за просмотр рекламы как только вы создали аккаунт и выкатили четвертый уровень у вас сразу появляется реклама вот она нажимаем на нее и просматриваем и за каждый просмотр этой рекламе нам начисляется 10 единиц голды день можно просматривать рекламу 5 раз а это 50 голды ребята 50 голды в день в принципе нормально за неделю вы зарабатываете 350 голды чем же так хорош из 5 даже тем что у него корпус от из 8 только меньше габаритов габариты габаритами а миллиметры то те же вещь учено 120 миллиметров под неплохим наклоном и доворотом брони что дает приведенную броню в 209 миллиметров а это уже не каждый выстрелом пробьешь с орудия восьмого уровня не говоря уж про седьмые присутствует неплохой борт толщиной 80 миллиметров который прикрыт фальш бортом башня летая в нее точно не стоит стрелять и пробить а вот крыша до командирские башенки весьма уязвимы случай с крыши тут всего 30 миллиметров а командирские башенки по 102 миллиметра вот отличный пример на карте химмер взор попался не совсем умелый игрок я его пробиваю в эти самые башенки в ангаре ставим все по стандарту думая подробно останавливаться не стоит примерно предугадывая время выстрела противника и вовремя доборачивая корпусом провоцируя на ошибку можно неплохо так танковать ну ладно фиг с ней с броней в лице она перестала иметь такое важное влияние сколько гневая мощь орудия как мы все уже привыкли для советских танков тот же d25t проще говоря деструктор с основными дешевыми подкалиберными ста рядами бронепробитием 221 миллиметр почти как у из 3 чуть хуже из-за того что основные ста ряды подкалиберные перед тройкой мы имеем весомый минус это нормализация как мы все знаем у бронебойных она лучше то есть при стрельбе по наклонной броне она лучше доворачивать проще говоря увеличить свое бронепробитие но по остальным параметрам орудия из 5 превосходит прокачиваем аналога скорость полета снаряда 1400 метров в секунду а это в полтора раза больше нежели чем у из 3 чем действительно из 5 проигрывают из 3 так это в точности 043 против 0 4 в общем привычные всем цифры и совладать с ними не составит труда во всем остальным качеством орудия мы продолжаем унижать всему любимую дай мною любимую что же скрывать тройку время сведения скорострельность дпм 1710 против 1650 единиц это я говорю цифры без всякого оборудования и прочего просто со сто процентом экипажа мобильность не самое важное но и не последнее качество в жизни тяжелого танка и в этом наш из 5 уделает своих собратьев и из 3 и 6 хоть и удельная мощность у двух первых генетичная 14,3 лошади на тонну по максимальной скоростью лидирует из 5 но сопротивляемость грунтов дает о себе знать она у нас похуже будет нежели чем у тройки и вероятно по прямой они будут ехать более-менее одинаково разница не будет колоссальный заметный или рассматривать в покупке из 5 однозначно стоит пармит добротно по 60 70 тысяч за средний бой а если включить бустеры на кредиты то есть 110 тысяч за один бой не предел по моему это один из лучших прям танков для старта игры учитывая то что стоимость его полторы тысячи золота исходя из стоимости нововведенной техники за последнее время считай даром но попотеть все-таки нужно будет как ни крути а практически 4 миллиона опыт для открытия личного кланового снабжения себя сами не накопят как ты еще не подписался на канал жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана тогда вступайте в кланы где это будет возможным выполните только одно условие вы должны активно играть и будете получать все награды надеюсь видео было вам полезным пока маленькие и немаленькие танкиста и